30 в первом туре, а в другом туре с будь-яким кандидатом он выиграет. 30 нет. Ну, двое, чем больше. Ну, двое, чем больше. Еще кандидатов нет. Вы с кем соревнуетесь? С теми, которые были два года назад. Так а зачем вы думаете, что будет те же самые? Хотите, я вам приведу один пример? С теми, что будет 10 лет. Ты еще до выборов. Я приведу один хрестоматийный пример. Кандидатов будет. Как вы думаете, какой был рейтинг Януковича, когда он убежал со страны? Вот здесь. Он на 30%. 33-34%. А знаете, какой рейтинг оппозиции был, когда Янукович втек? Ну, я, во-первых, не перебивал. Я понимаю, что тут у нас и словом, и делом, или как его там? И мечом, и ралом. У нас сейчас будет ковридская реклама. Это тут у нас все независимые эксперты из этой команды. Пане Несторе, за 10 секунд, мы должны пойти на рекламу, а потом продолжите, выбирайте. Падение рейтинга в три раза, это оценка людей двум годам. Продолжим сразу после рекламы, повернемся и матим слово все участники эфиру. Если бы сегодня был с одного боку Порошенко, который был на Зеленске, я бы уехал со страны. Вот они, политические эмигранты. И такие люди будуют нам в будущем Украине, которые готовят в любой момент оставить нашу государство. А ваш коллега Юрий Загородний сказал, что будет голосовать за Порошенко. Давайте, я смогу ответить. Я смогу ответить. Тут у меня только в убийстве Джона Кеннеди... Сегодня сказал? Неколько дней в тому. Меня только в убийстве Джона Кеннеди... Паран Несторе, пожалуйста. Так я пытаюсь что-то сказать. Говорю, вы меня только в убийстве Джона Кеннеди не обвинили только, что и мы их адапартистов. Кстати, ну, при всем уважении ваш к себе, мы не пользовались вашими данными, мы пользовались данными информативный хаб за команды. Ну, так, боже, а что же вы меня сегодня дореклали, если бы вы пользовались чужими данными? Смотрите. Смотрите, нашими будете объективно мать картину. Ну, давайте не перебивайте. То, что вы сказали, мне даже не надо комментировать, люди сами все поняли. Но есть эти, которых научили, вот что надо говорить, и они говорят и не путаются, правда, надо продолжать. Смотрите, вот только что было у рейтинга, очень хорошая таблица. Если можно ее вернуть, вот это жахливое и незадовольное. Вот это приговор двум годам президента. Посмотрите, по каким основным позициям. Зеленая, это доброе. По каким основным позициям. Если снизу смотреть, боротьба с коррупцией, снижение вплива олигархов, земельная реформа, что вы ставите в топ-10. Вот люди, как оценили вашу земельную реформу. Экономичный развиток, реформование медицины, социальный захист, припинение в огне на Донбассе, оновление кадров и так далее. То есть основные проблемы, люди вам поставили жесткую двойку. Или, как у нас говорили, в школе кол. Это же не оппозиция вам говорит, это вам говорит народ Украины. И это действительно так. Потому что я послушал вашего спарринг-партнера, Валентина, я имею в виду, такое ощущение, что мы в какой-то не той стране живем. Что у нас все хорошо. Что у нас все хорошо, и мы только... У нас все хорошо, и мы сделаем, чтобы еще было лучше. Зеленский бы не выиграл, если бы было все прекрасно в стране. И эти компетентные политики, и вот вы там министрами были в ГОЕШ-помоле. А я, мабуть, вас дивую. Вы сейчас расправляетесь с этой опозицией, переслідуете бездоказово, знищуете телеканали. Шенестр Иванович пришел на критику, дякую. Вы влада, вы влада. Ну, вы для меня влада. То есть, извините, вы влада для меня. Значит, это делает Зеленский. Он говорит, что он закончил с нашей эпохой. Так. На плакатах. Какую эпоху он обещал, что закончить? Эпоху бедности. Так вы сначала закончите с эпохой бедности, а потом рассказываете нам, как жить. Потому что украинцы, украинцы на себе ощущают. На своей батарее, на своем счетчике, на своем кошельке, на ценах в магазине. И холодильник нам, да не забыть. Счетчиков холодильник. Вы сегодня вернули себе 5-7% снова сыграв телевизор. Так вот, я хочу вам сказать. Римские диктаторы делали это. Они устраивали зрелища для людей. Вы здесь лучшие в стране. Вопросов нет. Ну, фильм «Слуга 1», «2», «3», «95-й квартал» – одни из лучших развлекательных проектов в Украине. Я с этим согласен. Я сам их очень любил. Более того, был все время до 2014 года, очень любил посещать концерты «1995-го квартала». А после 2014 года, я сказал, политик не имеет права смеяться, когда в стране гибнут люди. Так вот, я хочу вам сказать. Люди сегодня дают оценку тому, что происходит. Знаете, что мне самое больное? Урегулирование конфликта на Донбассе, будем говорить чуть позже, это фундамент стабильности в стране. При вас уже этой стабильности не будет. Не будет, к сожалению. Поэтому, мне очень жаль за эти потерянные два года. Знаете, за что я переживаю? Что будут и следующие три года потерянные. И я вам скажу, ваш оппонент не оппозиция, не журналисты. Ваш оппонент вы сами, собственно, президент Зеленский, время и украинцы. И, кстати, вы здесь написали, что 45% самый популярный президент после двух лет правления. Так я хочу сказать, что рейтинг у Зеленского сегодня 27 или 28%. Поэтому приписками не занимайтесь. Я еще раз говорю, был 71%, это было право. У меня короткий вопрос. Местер Иванович Шуфрич. Недавно президент ввел санкции против контрабандистов и сказал, что с контрабандистами во второй раз при нем покончено. Первый раз с контрабандой покончили 10 декабря 2019 года. Видно, об этом забыли. Покончили с контрабандой еще раз. Скажите мне, пожалуйста, на РНБО заявили, что теневые доходы от контрабанды 300 миллиардов гривен. Ну, я слышал про 200, но не важно. РНБО, наверное, лучше знает. Насколько увеличатся доходы после того, как уничтожили контрабанду в этом бюджетном году? РНБО, наверное, РНБО, наверное, мы продолжаем подбиваться президентства Зеленского два года с дня иннаугурации президента Володимира Зеленского. Мы очень много говорили про экономику, про социальную сферу и про контрабанду. Все сгадали, но не сгадали. Очень важная тема это Донбасс. Ситуация на сходе нашей страны и прекратить войну на Донбассе была одним из главных обещанок президента Володимира Зеленского. И до иннаугурации он сказал, что нужно просто перестать стрелять. Рек тому он сказал, что просто перестать стрелять это сложно. Так, ну, власне, вчера он так же много про это говорил, немало уваги поделили. Давайте один из эпизодов сейчас почуем, в частности, до него и вернемся с тем, чтобы обговорить. Пожалуйста, прямая мова президента. Почему не остановим нормальный формат, потому что иншого майданчика пока что нет. Я выступаю за паралельную разговор, прямую разговор с президентом РФ. Я считаю, что мы это сделали вчасно, очень серьезно, мощно, и это остановило некоторые вещи. Кроме нормального формата, будет прямая разговор с президентом РФ. А кроме прямой разговора с президентом РФ, я еще формат залучения США в эту дискуссию, в каком формате пока что не готовы про это говорить. У нас нет шансов с вами другого. Мы должны прекратить войну сейчас, когда президент Путин президент РФ. Я очень этого хочу. Я в это верю. с Американцами Мы уже говорим о том, что залучение в формат, которого пока еще нет, как сказал президент. Думайте, даты нет. Принаймні, нет у меня. Другая, я думаю, что это связано с встречей Байдена и Путина. Будет одновременно, потому что есть, подтверждено американцами, и де-факто, в отбывающейся консультации Офиса президента, с администрацией президента Байдена, что до украинской части повестки встречи Байдена и Путина. Мы координаемся. И поднимемся, сейчас, сейчас, трудно сказать, когда еще, как и что. Что на встрече может быть? Я думаю, будет пропозиция та самая. Мы назначим червона линия, которая для Украины непринятна, и запропонуем несколько вариантов развития событий. Например, безстроковое прекращение огня. Был бы хороший такой вариант. А в Минске почему бы не договориться? Мы говорим о том, что нужно понять контекст. Контекст поляга в том, что мир можно установить, або прекращение огня, когда лишь две стороны этого желают. Если одна, то это не возможно. Технично не возможно. И прекращение войны не возможно технично, если хочет одна сторона. Президент Зеленский выходил в квотне 2019 года из того, что Путин является человеком, который может рационализировать свой свой интерес. А что в интересах России, чтобы их войсковы были под санкциями, чтобы они были санкцией, втрачали световые позиции, экономические позиции и так далее. Нет. Он считал, что может выправить. Но выяснился, что такие россияне, или, скорее всего, российское руководство, способны проводить себя таким образом. И сейчас мы видим, что даже коллективная позиция Захода не может заместить Путину из этой политики. Они требуют. Она полягает в чем? Прямая перемога с так называемой Лени Реденом. Это неприятно для нас. Это было много раз сказано, проголошено. И это все знают. Почему? Потому что даже страны, которые боятся выступать против России в Раде Безпеки ООН или в Генасамблее, в святой дипломатии, говорят, что они должны признать эффективный контроль, то, что называется, на дипломатичной мове, а на западной, військово-политичной мове, эффективный контроль Российской Федерации над окупованными территориями Донбасса. А те страны, которые в лютом были членами Ради Безпеки ООН и проводили там соответствующие заседания, я брал участие с Кривчуком в режиме видеоконференции. Они прямо звинуватили в окупации. Это признано международными судами, признано постановой Верховной Ради, признано постановой Парея, Европарламенту и так далее. Ну, то есть, тристоронний контакт наш группа, там же же нет четвертой стороны. Там, согласно минских договоренностей, есть два пункта, согласно которым ведутся консультации по вопросам особенностей местного самовредования и проведения выборов. Это все. Решта, стороной конфликта есть Россия. И, видите, Россия витратилась почти 7 лет, тысячи жителей наших и их, миллиарды долларов, санкций. Тем не менее, вона последовательно проводит эту политику и даже США и коллективный захід пока не может с этим что-то сделать. Очекуете от нас или от президента Зеленского, что мы можем надать сумму аргументов России, которая лучше, чем та, что надает за. Заход коллективный, это было марно. Но, тем не менее, мы работаем. Есть определенные шаги. И, наконец, у нас только одна альтернатива. Два вариантии. Або открытое использование силы, не в гибридном варианте, просто война России с Украиной прямая. Або утримание России на политике-дипломатическом шляхе, даже если его эффективность 0,1%. И это общая позиция. Это гарденовая позиция между Украиной и Заходом. Да, понятно абсолютно. Пан Ярославе, мы видим. Сейчас мы можем. Пан Ярославе, да. Питание мира тут точно это вопрос, в котором, я уверен, независимо от политических прапоров, все болеем за то, чтобы удалось. Правда, это то, что турбует всех граждан, которые болеют за территориальную ценность Украины. И, напевно, то, что можно справедливо сказать по отношению к пана Зеленского за эти два года, чтобы он переконал, ну, что наименьше особисто меня, что он не является зрадником або человеком, который представляет интересы другие, чем украинские. Это правда. Я просто напоминаю, что сравнительная база у нас с начала была очень плохая. Вы помните? Паня Евгения сказала хорошую речь на начале. Вы помните? Я одна речь, чтобы ваши слова лучше подтвердить, что можно еще одну сравнительную таблицу сделать. Острахи, которые были относительно Зеленского, и то, что на самом деле произошло. И она будет разучившей на самом деле. В кого нас только не рядили? Враги агентов Москвы и так далее. Но что мы сдамо все, мы не сдали еще право. Перед встречей с Путином, такая же самая, знаете, истерия, как перед Нормандским форматом. Просто тут насправді питание в том, когда встречалась, например, в последний раз Нормандская четверка, и были ответственные договоренности, снова говорили про прекращение огня, и это было задекларовано, это было подтверждено, но потом через некоторый час все одно в огонь. Денький час, півроку протримались. Да, безумовно. Это величайший кузли. Это величайший кузли. Я до чего? Пане Ярославе, дозвольте запитание до вас, просто через вас. Через запитание до вас. А если не будет этих арбитров, например, Німеччина и Франция, где тогда гарантии выполнения этих договоренностей, которые, возможно, будут достигнуты в рамках фейс-то-фейс Зеленский и Путин? Если бы очень позволить, просто была ремарка. Думайте, сначала у нас, на самом деле, были такие разные информационные приводы. Вы помните, эти минские договоренности, которые, благодаря за собой массовой информации, мы их увидели, хотя бы, что они есть, про Координационную Раду, про как раз перемоги за так называемыми цими республиками. И тогда первый раз, когда партия «Голос» мушена была выйти до Офису Президента, сбурилось общество, и доброе, что от них отмолилось. Мы помним, кто у нас был в переговорной группе. Не хочу даже назвать его прозвищем, его аннушка. Я понимаю, працевлаштовала, и какие заявки он делал, и доброе, что его извинили. Но это мы все втрачали час, пытаясь домовиться с врагом. Сейчас, что я чую, оно имеет логику. На ваше вопрос, я не верю, что нам удастся самостоятельно переконать Путину собрать своих посипок с наших окупованных территорий. Не верю. Саме тому очень важно это международная поддержка. Немеччина не в Франции, но не менее важлива это поддержка Сполученных Статей. Поэтому я запитал борьбы с коррупцией, потому что это наша поддержка для того, чтобы обеспечить территориальную целесность Украины. Мы видим, как сейчас въясовывается, что даже присутность на переговорах немцев и французов не заважала Порошенко договориться с Путином окременно. Понимаете? Это было бы в кентярах в стороне политические силы. Жму руку обнимаю. Жму руку обнимаю. Поэтому питание в том, что так, звичайно, питание зустрічей один на один завжди есть. Почему? Потому что Путин мает звичку интерпретировать договоренности достигнутые при отсутствии кого-то другого в свой бек. И ствердживать это так, как договоренности были, даже когда их не было. В этом была главная проблема. Почему не хотели, чтобы была зустріч один на один. Но, снова таки, вопрос не в том, как ведет себя украинская сторона. В том, что ключи от мира и войны находятся у человека, которая сидит в Москве. В этом проблема. Я хочу зазначить, что если будут домовленостей один на один, закрепляться их будут с посредниками, потому что все все понимают. Ви сказали с посредниками? Франция, Німеччина, Соединенные Штаты, Международные Організации, ОБСЄ и так далее. То там могут обговорить треки, а закрепляти будут все одно через систему. Что ключевое для украинской страны? Чем мы точно не готовы поступать? Препинение огнем. Это главная тема. первый пункт, с чего нужно начать. Повернение, оно в шести протоколах, которые есть. Потому что мы должны прекратить гибель воинского персонала и мирных жителей по обеих бокам и линей фронта. Поэтому это же... Далее идет гуманитарное вопрос. Окей, добре. Про референдум вчера президент говорил? Так, про референдум мы это впервые почули с его вуз, про взагалі про такую возможность давать по закону президента и потом будем обговорювать с которыми вопросами мы сможем выйти до людей. Если готовы. Синхрон про референдум. Что до государственного референдума, я считаю на сегодня, что это должно быть самое главное вопрос, которое у нас сегодня есть. Я считаю, что это ситуация на Донбасе. И я уверен, что через некоторый час, потому что у нас несколько планов А, Б, С, мы про это говорили щодо прекращения войны и возвращения наших тимчасово оккупованных территорий и людей. Мы представим на русском общество, именно референдум с такой тематикой. Это один может быть из планов, если не работает другая. В любом случае, я гарант Конституции. Пану Алексею, я хочу почути, я это может быть вопрос о особый статус Донбаса. Мы отможем от Донбаса. Какое возможно вопрос? Не может быть отможем от Донбаса, потому что это оборудована Конституцией. Президент это подкрасил. Там не будет никаких вопросов о териториальной ценности или строительной страны. Скорее всего, президент Зеленский хочет легитимизировать дополнительно перед обличчем международных партнеров, того самого Путяна, то сказать, что видите думку моего народа, я виконую его. И он поставит вопрос, скорее всего, так, например, я фантазую, я не знаю, точнее, я размирковую, или голос, поддержите вы ведение международного контингента, например, на линю обеспечения миротворцев. А поддержите вы выполнение политической частини Минских угод? Может быть так, а потом безопасно. Я могу отметить, что ситуация, когда кордон для нас неприятна, это означено. Сначала полный эффективный контроль Украины, а потом проведение выборов. Смотрите, я коротко из предыдущих наших двух тезисов, я уточню позицию по заробещанам. В 2013 году было 3 миллиона заробещан, 2,5 в России, половина полмиллиона в Европе. Сегодня 12 миллионов вместе с Россией. И, кстати, это беда, людей надо возвращать домой. Поэтому, когда мы говорим, что у нас поднялись зарплаты, люди почему-то за этими зарплатами не вернули. А теперь я возвращаю к теме Донбасса. Я думал, что вы дадите несколько, там была еще одна цитата и слова президента, где он говорил, что Франция и Германия несколько изменила свое отношение к России. И вы знаете, вот это самый серьезный тревожный знак в вопросе перспективы регулирования мира на Донбассе. Президент сказал, я в течение года мир верну. И он мог это сделать. Он искренне мог это сделать. Парижский саммит был тому подтверждение. Давайте вспомним. Договорились встретиться в марте. Несколько повлиял ковид, но что заявляет Россия сегодня? Мы не будем вести никаких переговоров, пока не реализуются договоренности парижского саммита. Мы видели, какую сбочку президент получил на саммите недавнем в Париже при встрече с Макроном и видеоконференции с Меркель. Мы видим, что Байден говорит с Россией об Украине и без Украины. Сегодня есть кластеры, которые предоставили Германия и Франция для логистики реализации комплекса мер по Минским соглашениям. Президент сказал, что россияне не нравится, что они не сквали Российская Федерация. Мы отказались. Об этом президент не говорит. что мы дали извините, что дали мы тоже свои такие зауважения, что Россия сразу это использовала и попыталась переграть эту ситуацию. Вместо того, чтобы выступить с Францией и Германией единым фронтом, Зеленскому удалось выстроить единоличный фронт и против Российской Федерации в рамках нормандского формата и мягко говоря теряет поддержку в лице Германии и Франции. Что это означает? В 2019 году и Франция и Германия и даже Путин поверили в завершение этого конфликта. Все в этом заинтересованы, указывают свои мотивы, но все хотели это закончить и все понимали, вот есть новый президент, он выполнит то, что пообещал Порошенко и не будет играться в эти игры, в какие играл Порошенко. Абсолютно неожиданно для всех, Зеленский превратился в вопросах Минска и мира на Донбассе во второго Порошенко. И я вам сегодня уже могу сказать, к сожалению, очень категорично. При вас, пока вы при власти, к сожалению, эти три года, или если вы не уйдете раньше, а я ожидаю очень серьезный глубокий кризис политический в осенью этого года, вы не способны реализовать мир и, к сожалению, это уже, извините меня, Пане Нестере, будет сразу после рекламы. Сейчас реклама и шутко повертаемся. Бачим, пане Малтинин. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги. И если будет нужно, я без колебания готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Поэтому хочется пожелать ему проявить политическую волю и сделать все, что от него зависит, а от него так же, как и от нашего украинского парламента, зависит очень многое, чтобы тот ключ от мира, который находится в России, все-таки был сегодня применен у нас в Украине, был восстановлен мир. Редактор субтитров Корректор А.Егорова